Посланник Аллаха, алей-иссаляту вассалям, сидел со своими сподвижниками, и к ним подошёл бедуин. Сподвижники радовались, когда бедуины задавали вопросы посланнику Аллаха, алей-иссаляту вассалям, поскольку они не стеснялись задавать ему те вопросы, которые сподвижники бы постеснялись спросить. Этот бедуин сказал пророку, салляллаху, алей-иссалям, «Научи меня благому». Посланник Аллаха взял его руку и сказал, «Говори, Субханаллах, вальхамду лиллях, ва ла илляха илляллаху, валлаху акбар». Обратите внимание на это действие пророка Аллаху Акбару. Когда разговариваешь с человеком и хочешь, чтобы твои слова дошли до него, то прикосновение рукой его плеча или рук способствует этому. Пророк Аллаху Акбару не просто сказал, «Говори это и это», он сначала взял его руку. Затем этот бедуин ушел. Позже вернулся и вновь спросил, «О посланник Аллаха, Субханаллах и вальхамду лилляхи, ва ла илляха илляллаху, валлаху акбар». Это для Аллаха. А для меня что? На что пророк Салли Аллаху Алейхи Васселям ответил, «Когда ты говоришь Субханаллах, Аллах говорит, ты сказал правду». Когда ты говоришь Альхамду лиллях, Аллах говорит, ты сказал правду. Когда ты говоришь «Ла илляха илляллах», Аллах говорит, ты сказал правду. Когда ты говоришь Аллаху Акбар, Аллах говорит, ты сказал правду. А когда ты говоришь «Аллахум махфирли», «О Аллах, прости меня», Аллах говорит, я уже сделал это. Когда ты говоришь «Аллахум мархамни», «О Аллах, смилуйся надо мной», Аллах говорит, я уже сделал это. Когда ты говоришь «Аллаху марзукни», «Оллах, даруй мне средства к существованию», Аллах говорит «Я уже сделал это». Бедуин сосчитал на пальцах до семи, а затем удалился. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал «Самые любимые слова для Всевышнего Аллаха – это «Субханаллахи вальхамду лилляхи в ля илля Аллаху в Аллаху акбар» и произносить эти слова я люблю больше, чем всё то, над чем восходит солнце». Для того, кто скажет «Субханаллах» сто раз до восхода солнца и перед его закатом – это будет лучше, чем 100 жертвоприношений. Для того, кто сто раз скажет «Альхамду лиллях» до восхода солнца и перед его закатом – это будет лучше, чем 100 осёдланных лошадей на пути Аллаха. Для того, кто сто раз скажет «Аллаху акбар» до восхода солнца и перед его закатом – это будет лучше, чем освободить 100 рабов. А кто скажет «Ла Илляха Илля Аллаху, вахтагу ла Шарикалах, лаху льмульку, валаху льхамду, вахуа аля куллищай инкадир» сто раз до восхода солнца и перед его закатом, то в день воскрешения не явится ни один человек с делами лучше, чем он, кроме того, кто произнесет эти слова столько же, сколько он или больше. Затем вы говорите «О Аллах, прости меня», Аллах отвечает «Я уже сделал это», вы говорите «О Аллах, смилуйся надо мной, надели меня пропитанием», и Аллах уже это сделал. Эти четыре слова «Субханаллахи вальхамду лилляхи, вала Илляха Илля Аллаху, в Аллаху Акбар» от силы займут 10 секунд. И под риском многие понимают только материальное богатство, но ваша возможность совершать намаз или слушать эту лекцию – уже ваш риск. Вернувшись домой, увидеть своих близких и родных, которые вас ждут – уже риск. Иметь возможность читать Коран и учить хоть один аят – это риск. Все очень просто. Субханаллахи вальхамду лилляхи, вала Илляха Илля Аллаху, в Аллаху Акбар. Аллахум махперли, Аллахум мархамни, Аллахум марзукни. Да позволит Аллах нам всем постоянствовать напоминание Аллаха и займет нас только халалем. Аминь. Аллахум махперли, Аллахум маршум 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 мар